По иронии судьбы, а точнее по итогам регулярного чемпионата России, Одинцовскому Заречью в четвертьфинале предстояло сыграть с Уралочкой НТМК, которая заняла четвертую строчку турнирной таблицы. Заречья оказалась на пятой. В первой встрече в гостях у соперниц подмосковной волейболистки проиграли. Запланированный на 4 марта домашний матч должен был стать серьезным противостоянием, но загадывать не стоило. Уже в первой партии игра не задалась. Зареченки заметно волновались, что неминуемо сказалось на счете. Отставание в пару мячей от Уралочки с каждым разом все увеличивалось. В итоге хозяйки отдали партию со счетом 25-19. Выровнять игру и охладить эмоции Заречью Одинцовой не удалось и во втором сете, несмотря на то, что началась видимая борьба и наши девушки даже вышли в лидеры. Ближе ко второму отрезку партии начались ошибки на подаче. Уралочка не упустила момент и снова заставила догонять себя. В итоге 25-21 в пользу подопечных Николая Карполя. Команда, во-первых, тренируем Николаем Васильевичем Карполем. Возможно, девочки из-за этого немножечко в напряжении. И плюс первую игру мы проиграли. Возможно, еще это на них давит. Им нужно обязательно выиграть. Поэтому они, может быть, немножечко скованы играют из-за этого. Надежда есть всегда. Девочки играют, борются. Но надеюсь, что из-за этого получится. Отступать больше некуда. По сути, наверное, стоит разводить блок больше. Потому что нападающие прям попадают в этот блок и никак не могут зависеть. Хоть в первых двух периодах они проигрываем, но мы не падаем духом и поддерживаем их. Наша команда победит в двух других периодах, потому что они собрались, поднастроились и победят. В принципе, есть еще шанс на победу. Не желая сдаваться без боя, команда Вадима Панкова в третьей партии заиграла напористо и дерзко. Правда, запала хватило ненадолго и вновь посыпались ошибки. Сломленные неудачи в двух первых сетах, волейболистки отпустили игру и уступили «Уралочке» право сражаться за медали чемпионата России. Слышали несколько ошибок и потеряли нить игры. Были красивые моменты, но они были разовые. Потому что не было стройной игры, хотя это все было разобрано. На собраниях отработано, на тренировках отрабатывалось. Но пока игроки не того уровня, чтобы исполнять эту мысль. Николас Ильич, а насколько вам комфортно в Одинцово играется в вашей команде? Я считаю, что это один из лучших волейбольных дворцов спорта. Ну, в нашей стране это точно, но вообще один из лучших для волейбола. Есть один недостаток. Мало зрителей. Раньше было больше, играть было веселее, интереснее. Остальное все здесь великолепно просто. Тем не менее, для подмосковной команды чемпионат России не заканчивается. Впереди у заречья Одинцова игры за 5-е и 8-е места, которые начнутся в апреле. Мария Поднепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.